Девушки отдыхают Ты мне рот не заткнешь Вернулся мой шех Заде Теперь сила на моей стороне Я уничтожу тебя Милосердный Аллах Мне тебя жалко Я бы не хотела оказаться на месте твоем Ты слепа Ничего не видишь Боюсь, что так ты Мустафу тоже потеряешь Да как ты? Сейчас же извинись перед Херем Я сказал извинись Извините Сдоехатун нельзя так Как она будет жить на старости лет? Что станет делать? Куда пойдет? Да, мне тоже не нравится все это В Гареме вообще постоянно что-то происходит Я наконец займусь им Решу все раз и навсегда Да? Как именно? Мустафа Херем, султан Мне необходимо поговорить с отцом Что за дерзость? Что за вопросы? Тебе разве не известно, что куда бы ни ступила моя нога, всюду моя власть торжествует? И, конечно, будущее всей моей семьи я в своих руках держу И мое решение лишь мою волю выражать может Не женские слезы управляют моей великой империей Если это так Остановите Херем, султан, повелитель Не жертвуйте нами во имя ее слез Что ты хочешь сказать? Лишь правду Вы правите всем миром на трех континентах Только Женщины справятся не в силах Сулейман Что с тобой? Ничего страшного Вы что, повздорили из-за меня? То, что происходит между мной и моим сыном, тебя не касается Госпожа Гюляга Где ты ходишь? Повелитель приказал Дайе Хатун на прежнюю должность вернуть Я ходил ее поздравить Хорошо А что, Нора, есть от нее вести? Нет, госпожа Она со вчерашней ночи так и не покидала покоя в шахзаде Чудно Чудно Госпожа, я сделала все, как вы мне велели Я была с шахзаде до самого утра Он остался доволен и приказал мне прийти снова Умница Было еще кое-что, госпожа Когда мы с шахзаде завтракали, Махидовран Султан пришла Они вышли поговорить на балкон Я поняла, что что-то не так, вот и подслушала их А? И в чем же дело? Повелитель позвал шахзаде Но тот не пошел А завтра он не явится на пятничное приветствие Ты в этом уверена, не так ли? Сама это слышала Умница, Нора Теперь иди к себе И чтобы тебя никто не видел Ты все о Мустафе думаешь? Какой позор Поверить не могу Как он только смеет О чем ты говоришь? Он ведь завтра не придет на пятничное приветствие Тебе кто это сказал? В гареме только о том и болтают Это все пустые сплетни Мустафа подобной ошибки не совершит Надеюсь, это неправда Но если это так, ты знаешь, чем это грозит? Даже думать об этом страшно Это значит, что он пойдет против тебя Ты ничего не съел Мне не хочется Завтра уезжаешь? Завтра Повелитель уже дал распоряжение готовиться в путь Если Аллах позволит, завтра уедем Ты действительно уедешь? Ты и вправду этого хочешь? Конечно Что ж тут такого? По-моему У тебя такой задумчивый вид в последнее время Будто ты и не хочешь уезжать вовсе Что вы? Хочу? Мне? Болибей, ты об этом знает? Может быть, знает Вероятно Наверняка он расстроен Отчего же это? Болибей неравнодушен к тебе Больше того, думаю, он в тебя влюблен Как же? Он что, сам вам это сказал? Тут слова ни к чему Тем более в гареме А жаль Как хорошо вы смотрелись бы вместе Ну ладно Пойду в баню схожу Может, составишь компанию? С радостью, госпожа Что ты делаешь вечером? Надо зайти ко всем попрощаться К Болибею зайти не забудь Нужно вам хотя бы проститься Верно Он так долго терпел меня Только не в таком виде Я тебе красивый наряд найду Не стоит Я пойду в этом Доверься мне Что тебе здесь нужно? Валиде султан приказала, госпожа Мне перед вами Ты меня подожгла Едва не убила, дрянь Госпожа, не надо Госпожа, пустите ее Не надо, госпожа Не надо Госпожа Пустите Скорее, уведи ее Дай Что это было? Да кто их сюда пустил? Валиде Я тебя просила здесь никогда не появляться Я только что встретила Фосьму и Фидан в коридоре Вы об этом знали? Они сказали, в гарем их вернули вы Это правда? Как иначе они туда попали бы Как же это вы пустили в гарем тех, кто чуть не сжег меня заживо? Вы же должны были наказать их Их уже наказали, Юра Хватит Фатьму следовало бы казнить Но ее помиловали Мало того Махидевран Султан к себе ее взяла Фидан, отрезавшую язык Лелизар Хатун в гареме Калфой теперь служит Признайтесь вы Бьетесь, словно пойманная в сети птица, Валиде Вы запутываетесь все сильней Ай, беги Госпожа Что с тобой? Мехмед Мехримах Оставьте нас ненадолго Что произошло? Как так можно? Никто даже не поинтересовался моим мнением Мустафа тоже не хочет Он против? Конечно Он так же, как и я, поражен Ну тогда успокойся И не расстраивайся напрасно Тебе совсем незачем печалиться Думаете? Валиде очень решительно Не бывать тому Особенно, если твое сердце принадлежит другому Я не позволю Не отрицай Я же все вижу Госпожа Ничего не стыдись Не бойся Ты не делаешь ничего плохого Борись за свою любовь И тогда ни одна сила тебя не остановит Я тоже буду рядом Я с тобой Все будет так, как ты хочешь В последнее время наш брат Мустафа очень занят Тебя даже не замечает Мы разговаривали Завтра опять увидимся Когда женится Совсем о нас забудет Откуда вы знаете о свадьбе? Мехмед мне сказал Неправда Это она сказала Вы подслушивали Угадала? Это плохо Постыдились бы Султан Сулейман Хан Хазратлери Доченька Мехмед Здравствуй Здравствуй, светочей моих Повелитель Если брат не женится То Айбеге будет моей Подрастись сначала Я ведь уже взрослый У меня должен быть свой гарем Я тоже хочу покоя для себя Когда придет время, обязательно Довольно, дети Идите к себе Оставьте Повелителя в покое Вы говорили, что сами хотите Определить будущее Мустафы Это тебя интересует, Хюрен? Так? Но женить бы Мустафы Это серьезный вопрос Я не понимаю Почему вы оставили это На усмотрение Валиде и Махидевран? Окончательное решение Еще не принято И оно будет согласовано Со мной Неужели ты против свадьбы? Айбеге и Мустафа Оба они совсем не хотят Эту свадьбу Все очень просто Шехзада Мустафа Должен жениться по любви Как и мы с вами Мустафа сам выберет то Что принесет ему счастье Аминь Госпожа, добро пожаловать Благодарю, Паша Гюльфем Хатун Паша Мехримах Султан Какая вы красивая Спасибо, Эфенди Кто это? Что он делает? Антуан Это очень искусный скульптор Хотит же Султан у себя в покоях, Паша? Да, она у себя, близнецы Отнимают у нее много времени Мехримах, пойдем Госпожа Идите, я вас догоню Значит, ты заказал свою статую? Я нашел настолько искусного мастера, что не мог упустить такую возможность А вам что-то не нравится? Что ты? Меня это не касается Вы здесь хозяин Спасибо вам за разрешение Хатиджи Султан, наверное, против всего этого Так ведь? Я знаю Она ведь совсем не любит эти статуи Можете спросить у нее сами Сам повелитель позволил вам расставлять статуи Не так ли? Никто не будет вмешиваться Ладно Я пойду наверх Не скучайте Что ты сегодня делала? Мы ездили к Хатиджи Султан Михримах хотела повидать ее детей Я тоже очень соскучилась Иди ко мне Как они? У них все хорошо, надеюсь? Как бы не сглазить Дети вполне здоровы Ибрагим Паша тоже У него хорошее настроение Нашел себе нового единомышленника Он мне не рассказывал Антуан, кажется Наверное, венецианец По-моему, он скульптор Очень одаренный Как считает Паша Не слышал о нем Как вы не знаете Паша привез скульптора Из военного похода Хочет сделать собственную статуу Хатиджи Султан очень боится Еще бы Она верит, что это приносит несчастье И как не верить После всего случившегося И какая в этом нужда Опять беду наклечет Разве не скажет Что он установил идол? Не занимай свою хорошенькую голову Такими вещами Мехримах Какая ты уже большая Я уверена, ты покоришь много сердец Как поживаешь? Хорошо, госпожа А как вы? У меня тоже все хорошо Мехримах Возвращайся в покой Доброго дня У тебя это служанка? Когда Гюль Шах перешла к Валиде Я взяла ее Ты же знаешь Найти в Гареме верную служанку Очень сложно Ты знаешь, что она пыталась убить меня Жаль Не хочется, чтобы все подумали Будто ты оказывала ей поддержку Сколько раз тебе говорить Я не причастна к этому преступлению Думаю, ты просто очень расстроена Скорой свадьбой Уверена, ты уже слышала об этом Мустафа женится на дочери Крымского хана Не радуйся И еще не пришло время Кто знает, что может произойти Не старайся бы напрасно Никто не сможет помешать возвышению моего сына Госпожа Простите, мы вас не заметили Фатьма Хатун Ты помнишь, что ты мне сделала? Я не забыла Я не забыла Я не забыла